Итак, друзья, всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я хотел вам представить четвертый матч, четверть финала Кубка Гагарина между командами Магнитогорский Металлург и Омский Авангард. На данный момент Омск ведет в серии 2-1, последняя победа была добыта в Магнитогорске со счетом 3-0. Юхал Кинора сегодня будет стоять в воротах Магнитки, в прошлый матч ворота защищал Кошечкин и Грубец сегодня будет стоять в воротах Авангарда. Перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу тебя подписаться на канал, поставить лайк и обязательно досмотреть этот видос до конца. Прохорки у нас наобрасывание против Корбана Найта, если, конечно, в этом матче Магнитка проиграет в реальном, да, то уже тяжеловато, конечно, будет серия, будет счет 3-1 и там уже отыграться, тем более серия переедет в Омск. Тяжеловато, конечно, будет в Магнитке, но я верю, что в этом матче у них получится. Буше, Корбан Найт, бросок кистевой, створный попадает Корбан Найт. Кошелевый бросок по воротам, Грубец, Ловушкой ловит эту шайбу. Как я уже и сказал, 3-0 в последнем матче Авангард выиграл в гостях у Магнитки и повел в серии 2-1 Зернов, Буше и Чинахов. Эти игроки отличились за Омскую команду, как я уже и сказал, было то, что я ставил все-таки на Магнитку в этой серии, вот после этого матча, возможно, мое мнение поменяется, но я не ожидал, что 3-0 вот так вот Магнитка легко проиграет третий матч. Хорошо, Толчинский подбросок Зернову и Зернов в одно касание забрасывает шайбу в ворота Алкиноры, 1-0. Гости выходят вперед с передачи Толчинского и Ковальчука, Денис Зернов открывает счет в четвертом матче. Хороший здесь перехват от Голдобина, Голдобин 1-0, выходит, бросок кистевой. Плотников, передача на Голдобина, бросок снова практически с той же позиции, с которой бросал в прошлой атаке. Последняя минута первого периода, Магнитка в атаке, Кошелев. Холм, Щелчок попадает в Секача, передача на Секача, нет, не получается здесь ничего у Авангарда. Итак, друзья, у нас первый период подошел к концу, пока гости ведут 1-0 в матче против Магнитогорского Металлурга. Друзья, давайте переходить к периоду по номерам 2. 5-3 по броскам в пользу Магнитогорского Металлурга, также на точке. В первом периоде команда выглядела лучше, 3-2 по этому показателю. Но счет-то, друзья, 1-0 в пользу Авангарда. Ковальчук сам будет бросать Ковальчук, низом бросает, отбивает бросок. Кошелев встречает здесь очень жестко. Плотников, передача назад на Яковлева. Подбросок, грубец, успевает очень легко здесь переместиться. И бросок Прохоркина, он с легкостью ловит. Подбросок, и вторую шайбу забрасывает Амичи, 0-2. Остановится счет Толчинский. Очень похожая шайба на первую. Здесь Зернов обнимает он Толчинского. Очень похожие шайбы забросили Амичи. Емелин, да, судя по всему, здесь передачу отдал. Вот в первой шайбе, не помню, кто я передачу отдавал Зернову. Но шайба очень похожая. В обоих моментах Алкинора затащить не смог. Неплохо, передача на Толчинского. Еще одна шайба, сейчас залетит в ворота. И залетает все-таки она. Там с этой камеры не особо, конечно, было видно. Но вот, когда бросал игрока Авангарда, там шайба прямо на ленточке была. И, судя по всему, она пересекла ее. Да, вот здесь она прямо лежит. И добивает ее Чудинов, защитник Омской команды. Еще один повтор, друзья, с вами посмотрим. Бросок. И тут же добивание от Чудинова. Ну, как вот здесь Зимчонок, кто это был, проехал мимо шайбы, которая была на ленточке ворот. Но вот здесь Чудинов подъехал и добил ее. Тринова становится счет. Очень, 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 очень большое преимущество уже у Авангарда. Не знаю, как Магнитка будет выходить из этой ситуации. Если Магнитка проиграет этот матч, наверняка там уже в Омске доведет до победы. Все-таки Омск это серию. Секач. Еще один момент какой возникает в уши атаку это в ворот Алкиноры. Но здесь не попадает створ, судя по всему. Бэк. Передачная Яковлева. Яковлев нужно бросать и забрасывать. Нет, не получается. Пробить голкипера Авангарда. Обратная атака. Ковальчук. Три секунды до конца второго периода. Так, удаление будет в составе Авангарда. В большинстве начнет третий период Магнитка. У нас 3-0, друзья. После 40 минут выигрывает Омский Авангард. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 10-9. По броскам пользу Авангарда. Ковальчук отправляется на 2 минуты Авангарда. И сейчас в большинстве проведет Магнитка. И нужно как раз таки вот сейчас в начале третьего забрасывать. Для того, чтобы потом попробовать догнать своего соперника. Прохоркин. Вот неплохой момент может быть. Плотников. Прохоркин. Еще один момент. Прохоркин. Шайба. И передача на Плотникова. Плотников внизу. Это все не опасные броски. Для голкипера Авангарда. Костин шайбу выбрасывает. Ну и 10 секунд оставится всего лишь до конца большинства. Судя по всему, не смогут его реализовать кистом из Магнитогорска. Неплохо. Не страшил. Забрасывает шайбу уже. Играя 5 на 5. Судя по всему, очень хороший кистевой бросок получается у Андрея Не страшил. И игрока сборной Чехии, насколько я помню. А с передачи Плотникова и Голдобина забрасывает легионер Магнитки. Очень неплохо. Передача на Кошелева. Хольм. Кошелев бросок по воротам. Грубец все-таки здесь успевает. Шайбу накрыть. Андрей Стась. Неплохо. Подбросок. Ой, здесь чуть рикошет. Не случился. И шайба не залетела в ворота. Продолжает играть в зоне атаки о мячи. Емилин. Неплохо. В створ не попадает Дедунов. Мазякин. Ну вот отдать передачу. Да, Мазякин. Нужно идти на ворота и бросать. Спробовать пробивать Грубеца. Или Грубца будет правильно. Напишите в комментариях, ребят. Как правильно передачу назад на Плотникова. Плотников щелкает по воротам. С позиции защитника. Но пробить не получается. Галкипера Авангарда. 5.14. Еще есть у Магнитки. Для того, чтобы попробовать спасти эту игру. На две шайбы нужно отыграть. Здесь у Авангарда Ковальчук. Будет ли кистевой бросок. Бросок будет, но низом и не опасный абсолютно от Ильи. Вот очередной бросок поворотом Грубца. Удаление будет в составе Магнитки. Зачем? Остается играть 1 минута. Еще и в меньшинстве будет играть Магнитка. Под бросок попадает он в бэка. Здесь 38 секунд до конца третьего периода. Из них 2 минуты в меньшинстве сейчас будет Магнитка. Я думаю, здесь, наверное, все ясно уже по этому матчу. Я понимаю, если бы было удаление у Авангарда, тогда еще да, можно было хотя бы как-то там побороться. А тут удаление у Магнитки, которой нужно отыграть 2 шайбы за 38 секунд. И у нее еще удаление. Я думаю, это нереально. Сейчас еще и Авангард одну забросит. Шрибзянов наброс на ворот. А Алкинора все-таки здесь эта шайба забирает. Семенов выигран в брасывании. Чинахов в каске. И очередной бросок поворотом Алкиноры. 22 секунды до конца, друзья. Я могу поздравлять уже заранее хоккеистов Авангарда. Пустые ворота не попадает Семенов. Но здесь Чинахов, передача на Семенова. И тот шайбу в пустые ворота забрасывает. Чет становится 4-1. И это победа Авангарда в четвертом матче. И команда поведет 3-1 в серии. И сейчас команды переедут снова в Омск. Где будут выяснять отношения уже в пятом. Возможно, решающем для Авангарда матче. Остается 7,6 секунды. Каски. Квальчук. Еще и удаление бэк здесь. Нарушает правила. Отправится на 2 минуты. Ну ладно, хотя бы драк у нас нет. На самом деле, ребят, пишите в комментариях. Очень много драк бывает на матчах. Стоит ли их включать в видео или нет. Итак, друзья. Наш матч подошел к концу. 4-1 в гостях. Выигрывает Авангард. И ведет сейчас в серии уже 3-1. Серия приезжает снова в Омск. Где в пятом матче, как я уже и сказал, будут выяснять отношения эти команды. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то прямо сейчас. Обязательно это сделай. Поставь лайк. Влюбий комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем до скорых встреч, друзья. Увидимся в новых матчах континентальной хоккейной лиги. Подписывайтесь на мой канал.